Я долго думала сегодня и вчера, и в предыдущие дни и годы об особенностях творческих людей и каким образом их интегрировать вообще в жизнь. Все, что придумала, расскажу. И вопрос к аудитории. Кто из вас считает себя творческим человеком? Поднимите руку, мне просто интересно в процентном соотношении посмотреть. А кто считает, что он обычный человек и не творческий? Обычный человек, нормальный. Ну тоже хорошо. Ладно. У меня был друг, который говорил потрясающие слова. Как много нужно мне, чтобы песня зазвучала. Казалось бы, простая фраза. Он песню такую пел. Как много нужно мне, чтобы песня зазвучала. А если вдуматься, что все это означает. Ведь даже для того, чтобы здесь собралось всего лишь 50 человек. Как много всего нужно. Нужно, чтобы каждый из вас пришел сюда в должном расположении духа. Нужно, чтобы масса людей работала на трансляции. Потому что если не будет трансляции, не будет в соцсетях доступен материал. Вы не узнаете об этом и никогда не придете. То есть задействованы, мне кажется, сотни тысяч людей в одном маленьком процессе. Когда происходит что-то. И очень много людей рассуждает о том, как, что. Но на самом деле они ничего не делают. Они просто рассуждают. И вот у них вот эта вода ни к чему не приводит. Я хочу, чтобы среди нас этих людей не было. Для того, чтобы что-то произошло, должна прийти я. Еще доехать сюда каким-то образом. Должна быть в должном расположении духа. Должны быть музыканты тоже в собранном состоянии. Технические сотрудники, всяческая помощь. И много-много-много всего. Уж не говоря о том, какое количество человека-часов потрачено на рекламу. Мирное небо над головой. Хороший день. И прочее, прочее, прочее. Это все абсолютно необходимо, чтобы произошло маленькое событие. Наша с вами встреча. То есть оно вроде бы маленькое. А сколько всего нужно. И поэтому эти слова просто сакраментальные. Как много нужно мне, чтобы песня зазвучала. Но уж для того, чтобы она зазвучала из уст какого-либо исполнителя, там вообще очень много нужно. И здоровье, и внешний вид, и костюм, и знание репертуара. И выспаться, и быть в хорошем настроении. Иметь возможность с людьми общаться и выступать. Очень много всего нужно. А нам кажется так вот. Обычным людям, обычным людям, которые, с моей точки зрения, чуть-чуть ненормальные. Именно обычные люди. Им кажется нормой внизу схватить меня за шиворот, когда я там в половине второго приезжаю, чтобы выгрузить книги, аппаратуру, провода, и сказать, Наталья Евгеньевна, вот это как раз тот момент, когда я хочу с вами сфотографироваться. Вы понимаете, мне сейчас очень важно с вами сфотографироваться. Это просто очень творческий подход. И тут у меня два тяжелых чемодана, которые не может мой племянник поднять, просто они неподъемные. И я говорю, вы могли бы тогда, раз вы такой вот большой, сильный, отнести эти чемоданы, помочь наверху? Он берет эти чемоданы и говорит, ну раз я несу чемоданы, то там наверху за это вы со мной сфотографируетесь. Это может сказать только человек, который ни разу в своей жизни никогда не выступал на сцене, ни разу в своей жизни не выкладывался, понимаете, на тысячу процентов. Он не терял сознание на этой сцене. Он не знает, что такое организовать мероприятие. Ему кажется нормальным и крутым так поступить. А еще могут просто позвонить и сказать, слушай, я там кофе хочу выпить, мне это где сделать? Есть люди, которые во время тренингов могут подойти, например, к Брайану Трейси и сказать, вы знаете, а мне не хватило обеда. Нормальный вариант? А что? Классно, да? Поэтому хочется, чтобы мы немножко шире видели вокруг себя по периметру, будучи нормальными, ненормальными. То есть мы видели не только свои потребности, потребности, потому что сейчас век, который называется век потреблятства. Вот есть такое слово потреблятство, когда все потребляют друг друга. Но хочется, чтобы еще немножко был век отдачи, век любви, век хоть какого-то, ну, воздаяния, не только употребления. Хорошо. И нашу сегодняшнюю встречу открывают песни из репертуара Патрисии Касс, певица Кристина Жордания, лауреат различных конкурсов, в том числе конкурса «Весна романса». Похлопаем, поддержим. ПОХЛОСА 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Yeah ДimaTorzok 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 Добавил Даю Славей ты куда, куда летишь? Где всю ночь пропою? Соловей мой, соловей, голосистый соловей, Соловей мой, соловей, голосистый соловей. Соловей мой, соловей, голосистый соловей, голосистый соловей, голосистый соловей. Субтитры создавал DimaTorzok Я помню, как пару лет назад отдыхала в Крыму, в Гаспре. Там рядом всё, Ялта, Алубка, Ласточное гнездо. И в одном из дворцов выпускники консерватории давали вечером концерт. Разные ребята, по одной, по две песни, в естественной акустике. И вот представьте, шум моря, кедры огромные, очень красивые дворцы, скромные стульчики, намного скромнее, чем здесь. Аудитория даже поменьше, наверное, человек 20 было. Половина в шлёпанцах. И вот мы сидим в этих шлёпанцах и слушаем. И больше всего, мне кажется, Соловей запомнился. У меня вопрос к аудитории. С какими вопросами Вы сегодня пришли? Вопрос. Наталья Евгеньевна, здравствуйте. Я хочу задать Вам такой вопрос. Доску можно попросить вынести, она там. Где Вы берёте столько энергии? Это основной вопрос, который многих интересует. Жайзер, да, вот просто, правда, я пришла именно соприкоснуться вот с этой Вас позитивом, с Вашим, с позитивным таким. Ну вот я слушаю очень много Ваших лекций в интернете, читаю. И вот мне просто захотелось прийти, вот, соприкоснуться с этим. Так вопросов-то был... Так много Вы уже вот... Он праздный или Вы для себя хотите как-то воспользоваться? Ну и воспользоваться, конечно, безусловно, потому что, ну, как-то вот почувствовать, понять, какие приёмы Вы вообще, что... Приёмы хотите? Ну и приёмы хочу. Нет, ну на самом деле, как Вы вообще, правда, вот энергетически... Я поняла, давайте. Да, Вы поняли. Энергетически что? Вот просто в любом случае же Вы готовитесь, у Вас всё это соразмерено. Как часто у Вас проходят вот эти встречи, мне просто интересно. Вот Вы, правда, заряжаете, заражаете, заряжаете позитивом? Хочется научиться вот этому, правда, понять, как... Я сегодня для разминки часть времени хочу уделить сценическому мастерству, воздействию на аудиторию и использованию тех приёмов, о которых Вы спросили. Как Вас зовут? Марина. Марина. Скажите, пожалуйста, к какому количеству людей из аудитории это вообще интересно? Хотите ли Вы речью воздействовать на людей? Хотите ли Вы, чтобы, когда Вы говорите, Вас слушали? Хотите ли Вы брать слушателя за жабры? Или Вам это не актуально? Хотим. Громче? Хотим. Хотим, жаждим, да? Хорошо. Итак, по поводу энергии. Вот Марина задала вопрос с первого ряда. Энергия. Энергия – один из основных, безусловно, ценностных источников, ради чего люди, в принципе, ходят на концерты, на тренинги, на различные мероприятия. Они хотят подключиться, хотят подзарядиться. Почему? Потому что большинство людей живет в состоянии вилки. Я вот здесь вилку нарисую. Вот в этом состоянии. Да? Подключиться и подсосаться куда-нибудь. То есть получить заряд, развеселите меня, рассмешите, скажите что-то мне интересное, какой-то комплимент, там я не знаю. Чтобы, в общем, короче, у меня драйв вот этот наступил. Как в БКЗ бабушки в первом ряду, они со своим коньячком приходят. Значит, первую половину они так спокойно слушают, потом они потихонечку себе коньячку наливают уже в антракте, они так хлоп, и уже у них вторая часть лучше идет. У них прям вот энергетический такой посыл уже в сторону сцены, все хорошо, энергообмен. Так вот, для артиста на самом деле, для любого выступающего и просто для человека, если вы хотите быть не тухляком, а солнышком, да, давайте солнышко нарисуем, вроде простые вещи. О чем она говорила, да, она там солнце нарисовала. Я тоже так могу. Так выйди нарисуй, детка. Для того, чтобы быть солнышком, нужно излучать. Нужно напрягаться. То есть если по-простому, нужно напрягаться. И большинство людей напрягаться-то не привыкли. Они вот выйдут, улыбнулся вначале вот так, потом стухают. И всю эту тухляндию до конца они кое-как доводят. И в конце, спасибо, есть вопросы. Видели таких тухлых лекторов, тухлых ведущих, тухлящих, да, которые сами там еле микрофон держат и совершенно не зажигают, они себя еле донесли. Это привычка выкладываться. Давайте запишем. Концентрация, мобилизация, да, то есть состояние мобилизации, когда ты физически напрягаешься. Утром сделать зарядку, там хорошо тебе, плохо, по плацу пробежать, все нужные точки нажать, все отеки растереть, лицо в ведро, не знаю, там, со льдом. Пиявку себе поставь на голову, чтобы она все лишнее высосала. Это называется «сделай что-нибудь». У многих нету сил даже голову помыть. Я имею в виду снаружи, изнутри это вообще очень сложный процесс. А снаружи вообще моют, оказывается, голову не все. Иногда, когда я говорю это на лекциях, мне потом пишут в комментариях на ютубе, а что вредно мыть каждый день голову, полезно с жирными сосисками ходить. А ведь это все на самом деле напряжение, ты напрягись, упырь. Нужно уметь напрячь, потому что я вот сейчас выйду и начну тухлить. А что, нормально? Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней беседы – секреты ораторского мастерства. Творческий потенциал человека и все, что с этим связано. А что, нормально? С дикцией в порядке, глаза вроде горят. А что происходит? А происходит то, что женщина не отдает энергию. Запишем закон, называется «Закон коровы Зорьки». Закон коровы Зорьки. А что это за закон? У моего дедушки была корова, ее звали Зорька. И вот Зорька давала много молока. Бывала и по 12 литров за один удой. И когда она возвращалась с выгона, идет, и у нее из вымени прям парное молоко капает, и кошки уже там, конечно, за этими каплями приходят. А потом Зорька померла. Это была трагедия. То есть Зорька просто померла. И дед взял другую корову. Я не помню, как ее зовут, но она была маленькая, вся какая-то облезлая, такая, знаете, напряженная. Но когда ее продавали, молока дает, просто немерено. Просто немерено. Она все время путала калитки, заходила в другие дворы, приходила вся в навозе. То есть Зорька какая-то аккуратная корова была, а этот хвост свой длинный вывозит в этом навозе и по бокам этим хвостом. Но самое ужасное, что выдавить из нее молоко было практически невозможно. У меня тетя профессиональная доярка, у нее рука как свая просто. И она за смену выдаивала четыре коровы. Ну, вообще-то их по две, по три смены эксплуатировали, пока специальных приспособлений не было. Она была из честных. Мыла этих коров. В основном так, вот в навозе пришли и все это туда доелось. Я это все своими глазами наблюдала. Она мыла каждую совхозную корову. Можете выобразить? Так вот, она одна только с этой Зорькой управлялась. Нажмет, что-то там какие-то эти струйки, максимум литров пять она давала. А я сколько ни тужился, Зорьку я могла выдавить, а эту корову я не могла. И вот когда я нажимала у нее на вымя, ничего кроме мучений. И позже я поняла, нельзя быть тугой и упорной сиськой. Потому что если ты тугая и упорная сиська, давайте здесь нарисуем. То ты не отдаешь свой ресурс, не отдаешь свой потенциал. И если ты его не отдаешь, молоко-то внутри, оно что, перегорает. Поэтому то, что ты могла отдать в виде комплимента, не сказала, у тебя горло перемыкает. И больше ты не умеешь говорить людям комплименты. Один раз подушился, нет повести печальнее на свете, чем в розово-целлофановом пакете. Пришел с розово-целлофановым пакете на свиданку. Все, капец. То есть ты у себя в голове зафиксировался, как человек, даритель одной розы в целлофановом пакете. Или, например, счет выносит, а ты сидишь, а мой здесь только кофе, да, только кофе. Вот, 50 рублей. Или, например, мелочь дать человеку на заправке. Он там мерзнет всю жизнь, понимаешь, у него руки обветренные. Он ради этих чьих работают, он вас заправляет, а вы ему так вялое спасибо и поехали. Ну, о чем говорить? Это именно состояние тугой упорной сиськи. То есть недавание на чай. Желобство. Когда вы делаете подарки, знаете, одна семейка к другой на Новый год пришла. И не знали, что подарить. А у них в баре, знаете, раньше бары такие были. И там вино стояло, всякие мелочи. Они достают связочку ключей с магнитным брелочком. Ну, она там лежала, что-то они как протерли и понесли в другую семью. А там отец семейства стоит, говорит, вы что, забыли? Мы же на прошлый Новый год вам этот брелок дарили. Ну, вот, там свистишь, он откликается и помогает найти. Что такое барахло, да? То есть барахло и фуфло не надо дарить людям на день рождения, на различные праздники. Это то, что когда вам дарят, вас очень сильно огорчает. Нет, внутренне. Это тоже состояние вот этой сиськи тугой. Вам жалко всего. Жалко энергии, жалко времени, жалко помощи, жалко комплимента, жалко добрых слов. Вам просто жалко все. Ну, просто ляг и сдохни. Какая энергия, откуда она у тебя возьмется? То есть если ты не будешь ее отдавать регулярно, как это вымя, у тебя приток оттуда из вселенной не приходит. Вот, пример. Я знаю одну женщину-предпринимательницу. Она живет в маленьком городе Кандалакша, откуда я родом. Учительница литературы, которая в какой-то момент жизни столкнулась с тем, что у нее муж заболел болезнью Паркинсона. Некогда веселый, спортивный, интеллектуальный, галантный человек стал превращаться в развалину на глазах, которая уже не могла себя обслуживать. И она поняла, что уже не то, что бизнес, да, то есть доходы семьи перекрыты, двое сыновей подрастают, их как-то надо в жизни адаптировать, уезжают в Петербург учиться. И учительница литературы решает взять борозды правления в свои руки и организует бизнес. Какой бизнес? Она взяла на прокат микроавтобус, на этом микроавтобусе развозила бабушек утром по точкам, по лесу, а вечером их забирала и развозила по домам. Бабушки собирали ягоды, потом они их сортировали, брусника, морошка, черника в разные сезоны, крупная, средняя, мелкая, и она нашла возможность упаковывать это все в пластиковую тару и отправлять в Скандинавию. Оттуда потом они нам уже в другом виде сюда, на продажу в наши там Акеи, Ашаны и так далее. Бабушки на нее молятся по всему Кольскому полуострову, потому что вагоны этой ягоды они собирают и отправляют в Швецию, в Финляндию учитель литературы, который решил спасать свою семью. И она очень многим людям помогает, в долг даст, какие-то вещи оплатит. И ее спрашивают, а в чем секрет вашего успеха, результативности? А она говорит, вы знаете, я вот чем больше даю, тем мне больше возвращается. И она никогда никому ничего не припоминает. Это человек-ресурс, это человек-ураган, это человек, вы знаете, бесконечного позитива. Детка, помни о тугой упорной сиське, нанимая официанта, помни, детка, что ты должна заплатить на чай, не железом, это очень некрасиво. Идя на свидание, помни, какой у тебя букет, такой у тебя и привет, детка. А некоторые еще, знаешь, еду в метро, стоят два парня и рассуждают. Один говорит, ты знаешь, я посчитал для того, чтобы иметь каждый день секс, во что он тебе обойдется, примерно в 1650 рублей. И я так, у меня так немножко уши напряглись. А второй говорит, в каком смысле? Ну, в каком смысле, квартиру снять, тридцатник, хотя бы два раза в неделю в ресторан водить, еще сумма, хотя бы иногда цветочек дарить, еще в кинотеатре. Я говорит, посчитал и разделил на количество дней, на 30, получается 1650. У меня, говорит, никак не получается. Понимаете, то есть кассовые аппараты в голове не только у женщин, но и у мужчин. Товарищи, товарищи, нужно просто понять, что во Вселенной нет недостатка машин, квартир, домов, денег. Недостаток у вас в голове, в том числе энергетический. То есть если вы тухлите, это диагноз, товарищи. Это диагноз, с которым уже просто невозможно что-то сделать. Вы поняли, что такое тухляк? Или нет? Хорошо, даю прием ораторского мастерства под названием «Ниточка». «Ниточка». Ну вот. Кто хочет ощутить мою энергию через проводок? Только через проводок, товарищи. К сожалению. Я во второй ряд дам. Как вас зовут? Просто чтобы нагляднее было. Вас зовут Аня. Нужно натянуть этот проводок. Это будет наша беседа. То есть проводок символизирует наш разговор. Я говорю, вы воспринимаете. Или я пою, вы слушаете. Я играю, вы погружаетесь в музыку. Вы поняли? Вы должны тянуть примерно с той же силой, с какой я. Вы зачем себе сейчас все тянете? Это называется тянуть одеяло на себя. Ораторский процесс, люди, это процесс двусторонний. Провисло. Нужно держать в натяжении, но не сильно туго. Держите в нормальном натяжении. Сильнее. Это нужно чувствовать. Казалось бы, ниточку всего лишь почувствовать. То же самое примерно с речью. Нужно чувствовать. Запишите, пожалуйста, чувствовать. С каким темпом говорить и когда говорить. С какой громкостью говорить. Тише или громче. Кому глаза смотреть, а кому лучше не надо. И если вы сосредоточены на вашем собеседнике, поверьте, он будет слушать и ждать. Даже в паузах он будет слушать и ждать. И вот эта ниточка, это и есть мое взаимодействие с аудиторией, понимаете? А у многих людей, у многих исполнителей просто нет. Вечно тухлящие, болящие, уставшие. Хорошо. Вторая вещь очень-очень важная, и сейчас я, наверное, на Эльвире все-таки это покажу. Что я нарисовала? Я нарисовала интонационное единство фразы. Дело в том, что интонация, как правильно говорят метры, это королева технических приемов. Вы знаете, кстати, вот слово «такт», это же музыкальное слово. Есть такт, в пределах которого располагается определенное количество нот. Их делят на четверти, например, две четверти, может быть, три четверти, четыре четверти. И когда люди бестактные, говорят «бестактный человек», это значит, что вы с одним размером тактности говорите или поете, а люди с другим размером тактности реагируют на вас и могут посередине встать, зашуршать пакетом, что-то сказать или просто вести себя неподобающе, не происходит резонанс. То есть нужно уметь подстраиваться. И ораторский процесс, слушательский процесс – это не только мастерство выступающего, это еще тактичность, собранность, человеколюбие аудитории, когда вы поддерживаете человека, когда вы его глазами, жестами, аплодисментами, даже если что-то не идеально, вы должны поддерживать, чтобы не быть упыренышами, которые сидят и глумятся, что вот что-то не так пошло клево, да? Чтобы вот этого не было. Так, а что я здесь нарисовала, посмотрите? Очень многие люди, когда поют или говорят, дикторы радио и телевидения делают так называемую нарезку или сосиску. Я вот здесь нарисую сосисочку, сарделечку. Это фразы, которые рубятся на кусочки. Незаметно так. Уж небо осенью дышало. Сосисочка, да? Уж реже солнышко блистало. Вроде нормально говорю с дикцией, все хорошо, голос громкий, да? Короче, становился день. Нет интонационного единства. Если вы не научитесь говорить с интонационным единством или петь, если вы поете, вы никогда не сможете взять слушателя за жабры, а значит доставить ему кайф. Потому что каждый хочет, чтобы вы взяли за жабры. Это только делают вид, что не хотят. На самом деле хотят. Готовы отдаться, но никто не берет, вы понимаете. Взять никто не может. Интонационное единство подразумевает, что вы, беря какое-то начало фразы, вы именно интонационно доходите до завершения, до конца. Понимаете, о чем я говорю? Уж небо осенью дышало. Мы не останавливаемся. Уж реже солнышко блистало. Я двигаюсь, короче, становился день. Лесов, таинственная осень с печальным шумом обнажалась. Вот она только, эта точка. Ложился на поля туман. Гусей крикливых караван тянулся к югу. Вот здесь точка, а не в конце строки. Приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрюш у двора. А дальше должен быть разгон. Есть такое понятие, как разгон. Что такое разгон? Потихонечку, незаметно, вы добавляете темпа какими-то микро-миллисекундами. Встает заря во мгле холодный, не за счет громкости. На нивах шум работ умолк. Своей волчихой голодной выходит на дорогу волк. Я чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть добавляю темпа. Его почуяв, конь дорожный храпит. И путник осторожный, несется в гору во весь дух. На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева. И в час полуденный в кружок их не зовет его рожок. В избушке распевая, дева придет. Из зимних друг ночей трещит лучинка перед ней. Обычно как разрезают? В избушке распевая, дева придет. Из зимних друг ночей трещит лучинка перед ней. То есть там, где баба села на варенье, вот и все стихотворение. То есть разрезают именно по ударениям. Разрезают в конце строки. Это неправильно. Но, то есть еще раз, смысловое и интонационное единство обязательно должно проходить через все строки, через несколько строк. И если необходимо, переходить на следующую строку и даже на ее середину, чтобы интонационно этот хвостик, конец, финиш поймать. И только потом возвращаться, продолжать к началу другой фразы. Как вы меня поняли, что такое интонационное единство? Что такое интонационное единство? Как вы поняли? Это когда не режешь кусочек, а говоришь, нагоняя темп. Вы решили, нагоняя темп. Хорошо. Теперь, какого же все-таки уровня должна быть энергетика? Энергетика, если ее условно, скажем, баллов на 20 разделить, вот здесь 0, здесь минус 10, а здесь плюс 10. Должна быть плюс 10 у оратора в потенциале. Потому что если вы все время говорите где-то здесь в среднем диапазоне, 1, 2, 3, ну что это такое? Вот вы спите, это где-то единичка. Вы проснулись, глаза открыли, это плюс 2 условно. То есть вы сели на кровати, разминаете себя, это плюс 3. Вы встали, там, алло, там, это плюс 4. Вы выпили кофейку, там, кому-то звоните, уже алло, бодрей звучит, это уже плюс 5. И вот некоторые на этих плюс 5, они так и едут все время. Оратор должен уметь в потенциале напрячься. И люди должны чувствовать, что он не на пределе говорит, что у него есть еще какой-то запас. Но при этом достаточно энергично, достаточно громко, достаточно бодро, чтобы не получилось, начал за здравие, окончил за упокой. Существует определенное вот такое правило, когда вы начинаете говорить в какой-то точке А и заканчиваете говорить в точке Б, куда приходится кульминация вашей речи, текста, стиха, песни. Как вы считаете? На середину есть версии, еще куда? Ближе к завершению. А насколько ближе к завершению? Третья, четверть. Примерно здесь находится максимум, в математике говорят экстремум. Когда вы развиваете, 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 делаете кульминацию и потом уходите, стухаете. Так вот, есть еще проблема, называется проблема ступенчатого оргазма в речи. Что это такое? Начинает вроде заканчивать, потом подзаводится. А, и последнее. И еще вам сейчас расскажу. У нас очень мало времени осталось, но я вот сейчас скажу такую важную вещь, еще минут на 20. То есть он уже вроде закончил, опять подзавелся, подзавелся, еще подзавелся, подзавелся. Люди-то уже собираются, уже пакеты, уже там чай, уже там подышать, еще что-то. А он все вот. Еще и последнее, и еще очень важное. То есть если вы решили, что вы уже сказали, нужно заканчивать и уходить. Вот это очень важно. То есть уходить надо один раз. Раз, если сравнивать это с физиологическими процессами, у женщин бывает множественный оргазм, но не такой яркий, как у мужчин. У мужчин обычно один крупный. Так вот в ораторском мастерстве не надо много мелких оргоистических движений. Нужен один крупный оргазм. Это запомнили? Один крупный оргазм. И если вы его сделали, не надо продолжать там какие-то вот еще трепухания. Очень печально видеть, когда люди тухлят и думают, что всем жутко интересно, еще полтора часика послушать. Поэтому запишем. Речи больше 20 минут. Произноси только тогда, когда тебе за это заплатили. Да. Иначе, речь больше 20 минут в ситуации, когда тебе не платили за эту речь. Называется ораторское самоубийство, товарищи. Ораторское самоубийство. Речь больше 20 минут в ситуациях, когда тебе не плочено. Шутка. Хорошо. Следующая вещь очень важная. Каким образом распределять взгляд? Есть такое понятие, как грибы. Грибы – это то, что оратор, выступающий певец, ищет взглядом. То есть, если у вас идет поиск грибочков по аудитории, на потолке, на стенах, на голове. Маргарет Тэтчер, например, предпочитала смотреть в область третьего глаза. Ее там кто-то обучил, что если смотреть в третий глаз, то ты подавляешь вроде как собеседника, и тебе не так страшно смотреть в глаза. Она жутко боялась смотреть в глаза, у нее все время взгляд бегал. Но на самом деле это тяжело зрителю. И контакта такого нет. И вы знаете, Тэтчер плохо кончила. Как раз потому, что она, в прямом и в переносном смысле слова, она очень плохо кончила болезнь Альцгеймера, депрессии. Потому что она не ценила тех людей, которые находились рядом с ней. И фактически те же, которые помогли ей выбраться, она их постоянно прилюдно унижала. Прилюдно. То есть говорила такие вещи, которые чисто любое самолюбие, тем более мужское, оно выдержать просто не могло. И постепенно ее решили скушать. И вот она этими технологиями пользовалась. В область третьего глаза смотрела. У нее очень такой подвизгивающий высокий голос был неприятный. Глазки бегали. Чтобы у вас не получилось такой беды, нужно помнить о грибах. Не надо искать грибы на полу, искать грибы на потолке, искать грибы на стенах, искать грибы где-то в других местах. Нужно смотреть людям в глаза. Понимаете? Людям смотреть в глаза. И если аудитория небольшая, до 50 человек, каждый человек должен получить ваш взгляд в качестве награды. Взгляд в качестве награды. Если зал побольше, на каждые 5, 10, 15 мест вы можете бросать периодический взгляд. Вот если посмотреть на выступление того же Розенбаума. Он вообще очень классно работает, чисто энергетически с залом. То есть он с одной частью 45 градусов, по прямой 45. 45, по прямой 45. Но без нарезки такой. Раз, два, три. У него нет такого. Раз, два, три. Он очень грамотно распределяет внимание. С одним сектором поработал, потом немножечко в народ, чуть-чуть пошел с дальним сектором. Поговорил с центром, поговорил с левым фланком. И получается, что каждый человек на связи с ним ощущает его энергетику, ощущает его воздействие, ощущает контакт. Вот это очень важно. Этому нужно учиться. Этому учиться на практике. То есть существует закон, закон количества попыток ЗКП. При большом количестве попыток мы постепенно начинаем осваивать эту технологию и в любом состоянии. В уставшем, не выспавшемся. Это просто профессионализм. Когда вы можете это сделать. Когда вы просто можете это сделать. Дальше. Есть такая вещь, очень важная для оратора. Называется держать лицо. Выражала то лицо, чем садятся на крыльцо. А поцелуй меня с разбега, я за колышком стою. Очень у многих людей именно такое лицо, за которым они не следят. А что, я сейчас сижу в аудитории, мне что лицо что ли держать, сидит и тухлит. То есть это амимичное может быть выражение. Это может быть такое. А вы посмотрите на себя со стороны. Вы когда едете за рулем, держите лицо. Даже никто на вас не смотрит. К зеркалу подошли, держите лицо. Проснулись, держите лицо. Тяжело вам, плохо, держите лицо. Тогда привычка возникает. А я то иначе смотрю и думаю, что-то не так с человеком. Что-то как-то то ли заболел, то ли протух, то ли может у него кто помер, то может меня ненавидит. Что с лицом, а человек сидит? А может просто вампир? Сейчас очень много книг пишут, да, про вампиров. Это не сказки, вампиры есть. И они подсасываются на вашу энергию. Лицо надо держать. Потому что если будешь вампиром, рано или поздно тебя раскусывают, что после тебя голова болит, настроение портится, с тобой неинтересно, ты зануда. Это все различные варианты вампиризма. И люди начинают тебя избегать. Не получится от людей забрать. Нужно забирать от солнышка, от ветра, от природы, от занятий спортом, от любви к себе, в конце концов, от того, что ты музыку слушаешь, от того, что ты общаешься, что ты излучаешь, любишь, ты что-то делаешь, от того, что ты живой просто человек. И я вот этих упырёнышей сразу вижу в аудитории, они именно тухлят. Вот сидят с таким лицом тяжёлым. Есть такое понятие «тяжёлое лицо». «Поднимите мне веки». Когда вилами там, знаешь, уже поднимают. К зеркалу-то они подходят сразу так, себя увидели, так приободряют. Вот-вот-вот, с таким вот лицом к людям и иди. Вот это вот очень важно. Хорошо. Итак, держать лицо. Давайте проверим, что вы запомнили из того, что я уже сказала. Что вы запомнили? Не тянем бодрее. Что я запомнила? Что в ораторском искусстве важно, когда ты выходишь общаться... Тухлите, дайте сюда. Кто хочет бодро сказать? Что важно в ораторском искусстве понять? Мне очень... Мне запомнилось... То есть нужно просто мобилизоваться и сказать бодро. Вы же пришли за этим? Надо просто мобилизоваться. Ну-ка, быстро и бодро. Без подготовки, просто быстро и бодро. Ну? Держать лицо. Так. Говори четко, ясно. Да. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну, давайте, ну, давайте, не духлим. Энергично. Да, энергично. Ну, так, чтобы было интересно меня слушать, понимать. Вот, вот. Ну, и глазами, естественно, работать тоже с аудиторией. Хорошо. Вот, молодец. Периодически переключаться по центру, слева, справа, там, смотреть на людей. Ладно. Кто еще готов что-нибудь сказать? Одну мысль, что вы запомнили? Я запомнила про кульминацию. Что? Чтобы вывести кульминацию и вот, нет, не делать оргазмы постоянные. Вот что я запомнила. Оргазм должен быть один, да? Вот, видно, все, что с этим связано, сразу как-то веселее людям становится. Так. Я запомнила тугою сиську, не жматиться, не быть быдлом, не жалеть чаевые, ну, вообще бодриться. Не быть жматом, наверное, быдлом тут это уже расширение, скажем так, темы. Еще, кто еще хочет сказать, что у него отложилось? Вот у вас что отложилось? Что вы запомнили? ЗКП, количество попыток. Тупо брать количеством, если еще можно так сократить. ТБК, тупо брать количеством, тупо брать количеством. То есть тебе страшно, а ты просто напрягаешься и берешь количеством. Хорошо. А про энергетику что вы поняли? Вот что вы поняли, скажите. Не тухлить. А как это выражается конкретно? Как это выражается? В каждой секунде. Сейчас есть мое лучшее проявление, сейчас здесь есть я, я солнце, и я отдаю. Я не жду от тебя, от тебя, я есть я. И все зависит от меня. А можете выйти сюда и сказать это с фанатизмом? С фанатизмом. Вот просто я посмеяться хочу. С фанатизмом скажите это, пожалуйста. С посмеяться? Вот то же самое все скажите с фанатизмом. Солнце внутри меня, я есть солнце. Я не жду тебя, тебя, тебя. Я отдаю тебе, тебе, тебе. Здесь сейчас есть я, и здесь мое лучшее проявление. Я готова, я не жду, я отдаю, я получаю. У нас идет энергообмен. Не тухлить. Хорошо, молодец, отлично отработала. Справилась с задачей. Дальше. Вот нарисуем простую схему. Прямоугольничек. Прямоугольник будет символизировать начало и конец речи. Начало я выделю вот таким образом. И конец, финиш, завершение. Дело в том, что обязательно начало и конец вашего выступления должны быть заряжены энергетически и смысловой. Я здесь нарисую плюс. Здесь нарисую плюс. Даже если вы говорите о негативной теме, о спиде, о раке, о смертности, о войне, нужно все равно ваши речи заканчивать не на тухляк, а каким-то выходом в свет. То есть это же касается различных жанров. Кино. Оно должно все равно хоть какую-то надежду на свет. Когда полная чернуха в конце, знаете, остается тяжелый осадок. Точно так же, как мы не любим все такое радужное, все такое аллилуйное, все такое няшное. Нам тоже это не надо. Мы, страдалки, хотим посмотреть со стороны, чтобы нам легче в своей ситуации стало. То есть такая, какая-то своеобразная происходит иллюзия освобождения от боли. Но тем не менее, нам бы хотелось, чтобы, несмотря на страдания, в конце режиссер дал какую-то надежду. Какую-то надежду в книге, чтобы Фондориана его не грохнули. Он воскреснет в следующей книге, мы снова с ним встретимся. Тогда возникает вопрос, почему же, когда вы заходите в аудиторию и толкаете какую-то речь, вы можете в конце абсолютно затухлить свое выступление негативом. Очень часто люди, которые занимаются сбором пожертвований и рассказывают о каких-то больных детях и так далее, они вот прям этим негативом отпугивают потенциально даже тех, кто мог бы помочь. Парочку слов по поводу сбора средств на различные страдалки в интернете. Когда я вижу какое-то обращение, я не знаю, правда это или нет, не моя задача судить, так это или не так, но я смотрю на форму с точки зрения ораторской подачи. Большой ошибкой является клонирование однотипных сообщений. Ребенок в беде, помогите моему сыну, только вы можете, не лишайте мою дочку счастья. Подождите, ну почему вы вообще на меня возлагаете функции счастья вашей дочки? То есть люди совершенно не озабочены установлением контакта со своими слушателями, со своей аудиторией. Прежде чем такое барахло слать, да еще тем более публично с 10 миллионов клонов, неплохо было бы прицельно выбрать какого-то человека, который, как вам кажется, возможно вам поможет. И попытаться для начала установить с ним контакт и спросить, могу ли я к вам обратиться вообще по деликатному поводу. Дело в том, что, давайте напишем, да, установление контакта с аудиторией. Если нарисовать аудиторию в виде вот такой вот мадам символической, нарисую ее без одежды. Дело в том, что любая аудитория – это женщина, независимо от ее состава. Не потому, что большая часть слушателей – это женская аудитория на концертах, на обучении везде, да, не поэтому. А потому, что оратор по отношению к слушателям, независимо от своего пола, является началом мужским, потому что он осеменяет идеями. Вы поймете, к чему я клоню. То есть, если вы оратор, вы мужчина мужской аудитории, все равно мужское лидерское начало у вас, аудитория уподобляется одной большой женщине. Соответственно, вести себя с ней нужно, с этой аудиторией, примерно так, как с женщиной на свидание. Вам же не придет в голову наброситься сразу, схватить ее и сказать, так, ты сейчас сходишь в душ, а потом мы займемся этим. Но почему-то очень многие ораторы так и делают. То есть, они выходят и начинают объяснять, что сейчас они деньги соберут, пожертвования с людей. Нет, подождите, но в ораторском мастерстве очень важен секс. А секс – это вот этот вот психологический оргазм, да, слияние аудитории и выступающего. И очень важно, чтобы, если в вашем случае сексом являются деньги, и вы решили сбор пожертвований осуществить, вы должны как-то подготовить вашу аудиторию, чтобы она сама вам отдала все, что вам необходимо. А вы на нее набрасываетесь и выдавливаете из нее, там, будь то деньги или что-то еще другое. Процесс подготовки – это все то же самое, ровно, как вы ухаживаете, ухаживали бы за вашей избранницей. Как вы ухаживаете? Что нужно делать? Как-то надо познакомиться, расположить, говорить комплименты. Так почему же, подождите, вы ни комплиментов не говорили, не общались, ни времени уделяли, а прям сразу хватаете. Кто же вам даст тогда? Кто вам даст? Я не понимаю. Никто, естественно, все в ужасе разбегутся, и сразу эти все сообщения в спам, в спам, в спам по сбору денег с населения. Потому что вы никак не хотите быть тем, кого отымели просто. Мы хотели бы дарить, но мы не хотели, чтобы из нас вытягивали. Мы хотели бы покупать, но вы не хотели бы, чтобы нам впаривали, понимаете, и втюхивали. Верно? Тогда почему, оказываясь в роли оратора, вы сразу людям всю интригу открываете, что вам от них надо, и вцепляетесь прям в них. Будь то сетевой маркетинг, вы прям так и подводите к тому, что надо стартовый набор купить и на бесплатный класс по красоте записаться скорее в четверг в 7 часов вечера на, не знаю, там, на проспекте испытателей, дом 64. Уже прям вам не терпится скорее их туда направить, чтобы там их доить. Вот это мастерство, да? То есть нужно сделать таким образом, чтобы слушатель испытал радость, заинтересованность и посмеялся. Запишем закон клавиатуры. Каждый человек – это клавиатура. Ну, у некоторых, правда, клавиатура щербатая, у них нет некоторых чувств, они не представлены. Я даже говорю о том, что есть закон усеченного конуса. То есть если представить эмоции человека в виде конуса, все различные на нижнем уровне у нас гнев, праведное возмущение. Ведь мы же не можем сказать, что песня, призывающая к массовому убийству во время обороны «Вставай, страна огромная», да, что она негативна. А она не негативна, она – это именно праведный гнев, потому что там за жабры, да, берут «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Да, и здесь вот те чувства, качества, эмоции, энергии, которые помогают нам в сложных ситуациях брать за жабры, брать в бразды правления в свои руки. То есть это не обязательно негативный оттенок, да. На вершине находится любовь, эмпатия, сострадание, сочувствие, сопереживание, взаимопомощь, дружба, способность порадоваться за кого-то, не только за себя. И я обнаружила, что на разных уровнях у разных людей происходит выпадение. Кто-то не в состоянии преодолеть свой страх и рубануть топором, да, когда напали. Будет стоять, как паралитик, и смотреть на расчлененку. Кто-то впадает в ступор, не может убежать, то есть у него страх, выработка адреналина не работает. Кто-то не в состоянии порадоваться, посмеяться, или у него чувство юмора, просто ампутировано. Ему все время кажется, что это смеются над ним. Вот если он прошел, и сзади смех раздает, а над ним смеются, понимаете? Ущербность такая. Почему говорят ущербность? Клавиатура щербатая, да, то есть выпадают определенные эмоции. И когда я в Оренбурге проводила семинар, один мужчина из первого ряда говорит, это про меня. Я говорю, а что вы имеете в виду? А он говорит, а мне на всех. Вообще. Ему где-то 35, молодой, симпатичный, модно, хорошо одетый, с чистым лицом, с признаками интеллекта на лице. Правда, слегка с разбитыми ушами. Знаете, есть такие уши в варенике, видимо, в таких сферах он работал, трудился, в темных. Там тоже нужно определенное качество, он определенным бесчувствием, возможно, обладал из-за этого. Но он сказал, да, это обо мне и мне на всех. Я говорю, а что тогда вы здесь делаете, зачем вы пришли? Он говорит, дело в том, что я заметил, у меня все разваливаются отношения, никто не хочет со мной жить, практически все девушки от меня уходят, и меня это не устраивает. Я нанял психолога, я занимаюсь, я попытался в этом разобраться, но не мог. Вы, говорит, сейчас как только сказали, что нет вот этих всяких. Мне вообще никого не жалко. Мне все равно, кто-то там загибается от воли, или там кого-то режут, или кто-то просит помощи. Мне говорят, я их даже не вижу. Мне просто раздражает, что отвлекают. Вы представляете? То есть, имея дело с людьми, вы должны уметь разобраться вообще, какой сектор у них отсутствует. Крайне редко мы имеем дело с полноценными людьми, имеющими полную ценность, полный набор ценностей, ценностных вот этих вещей, которые могут на ту или иную нашу речь, слово, эмоцию отреагировать должным образом. И ампутированные конусы – это люди самые страшные, какие могут в жизни быть. Именно люди равнодушные. И не надо взывать к совести тех, у кого ее просто нет. Нужно немножко уметь наблюдать и разбираться. И, конечно, если вы та щербатая клавиатура, и вы себя узнаете в чем-то, вы подумайте, вы разберитесь, вы начнете меняться, вы ходите в музеи, вы нанимаете там, не знаю, специалистов, читайте классику, пытайтесь эту клавиатуру как-то настроить, восполнить, добрать, что называется. И когда вы выходите перед аудиторией, самые мощные, конечно, речи – это речи, взывающие к высокому, то есть к светлому. То есть если мы держим курс на что-то доброе, хорошее, светлое, настоящее, вот это резонирует в людях, и даже если они в полной мере резонируют, но они внутренне, интуитивно все. Мы все хотим подтянуться, мы все хотим быть лучше, чище, добрее где-то внутренне. Мы хотим стать более совершенными, и задача нашей жизни – стать такими, мы должны умереть сильно улучшенными. Сильно улучшенными. Поэтому если у вас сейчас не хватает какого-то сектора, вы бессмертны пока временно, то есть вы не готовы сейчас к переходу в вечность, там не нужны такие люди. Они пока здесь нам нужны. Почему говорят, что хорошие люди рано уходят? Никогда не думали. Они раньше становятся готовы, очень часто готовы к тому, чтобы уйти. Один из способов продления жизни – это быть упырёнышем, кстати, жизни физической. Тогда вам будет больше даваться этих шансов, на приведение себя, в общем-то, в порядок. Я вообще не стерва. Эльвира, идите сюда, будете страдать за искусство. Да, страдать будете сейчас. Мы с вами будем работать лицом. У вас там что? Да, палеточки. Нормально, устойчивые, да? Да, специально. Значит, смотрите. Сейчас сосредоточьтесь, мы убираем всяческую клоунаду, и мы работаем, потому что это уникальный случай, уникальная возможность, когда вы можете поработать. Две вещи я заметила. Вы выходите из темпа, причём конкретно. Вначале скажу о сильных сторонах. Скажу вашими словами. Сильные стороны, которые вы заметили у Эльвиры. Уверенность, ещё. Обаяние, ещё. Артистичность, ещё. С юмором к себе подходит, не тухлит, ещё. Голос, главное, это же не знаю, голос чистый, да? Сопрано богатая у нас? Очень. Понравилось? Я видела за вашими лицами, наблюдала, вы так немножко так... Ушли вы на эсферы, да? Был такой момент, был? То есть удалось разрывшиться, шаблон осуществить, да? Ещё. Женственность, ещё. Чего многим не хватает, да? Ещё. Дальше, дальше. Хвалим, хвалим, хвалим. Что обаяние? Нежность, нежность. Ещё, искренность. То есть человек не представляет для нас угрозы, мы видим, что это добрая, нежная натура, открытая к людям. И нам комфортно слушать и наблюдать, да? То есть нету иголок, нету этих, да? Ещё. Даже если, может быть, не очень уверена, но нам понять не дала, да? Ещё. Ещё. Вставайте, погромче. В том, что вы, несмотря на серьёзность действительно партии, которую вы выдали здесь, да, там действительно очень сложные моменты, при этом вы не то, что сохраняете лицо, но вот это ощущение, что вам это легко, да? Люди уходят, действительно, от природы настолько талантливы, что вы... иллюзию лёгкости дали. Да, то есть это действительно здорово, мне кажется, это часть профессионализма определённая, выработанная во многом, потому что это действительно сложно. И держать действительно вот этот вдохновенный вид, при том, что действительно вы делаете очень сложно. Отлично. Вохлопните. А теперь о том, что можно было бы улучшить. Вы психологически устойчивый человек? Да. Вы готовы работать? Итак, с моей точки зрения был определённый выход из темпа. То есть когда я вам говорила о маленьком ускорении, запишите, это мощнейший ораторский приём. Микроускорение. Микроускорение. Что такое микроускорение? В песне, в тексте, в стихе, в речи. Обычно неподготовленный человек выходит и начинает бодренько, то есть пока он не устал, пока он сосредоточен, сконцентрирован. Он говорит достаточно динамично, по крайней мере, динамичнее в начале, чем в конце, откуда русский народ и говорит, начал за здравие, кончил за упокой. Постепенно мозг расходует норадвенолин, дофамин, серотонин и прочие нейромедиаторы, и у нас начинают увеличиваться паузы между словами. Раз. Падать уровень энергетики. Два. То есть, вот, вы уже понимаете, улыбки уже появились, да? Начинает немножко стухать голос. Пианист, который ловит, он ведь должен, наоборот, стимулировать глазами, да, ещё, то есть подгонять немножко, типа из тампы не выходи. А здесь получилось по-другому. Здесь получилось, что вы начали немножко размазываться, и пианистка начала вслед за вами слегка размазываться и плыть. И ансамбль поплыл, и в конце, конечно, вы выплыли за счёт того, что вы всё-таки профессионал, и все эти... Да, конечно, все чудесно. Природа. Природа, да. Как сделать, как работать с темпом? Идите сюда. Дитя мое. Это маленькое открытие. Я вам его дарю всем. Микроускорение. Если вы будете его использовать на сцене, народ будет просто писать компотом. А не микро и макро замедлить. Вот чем, например, тяжело работать под фонограмму? Там есть определенный метроритм, ты уже все, чуть-чуть ошибешься, или ты никуда не выйдешь. Но с другой стороны, она немножко держит как каркас. Это ее плюс. У всего есть плюсы и минусы. А когда вы работаете живьем, вам нужно либо самой вот эти кульминационные моменты подогревать, вытаскивать, либо вдвоем. Где второй человек? Он убежала. Убежала. Когда вы работаете вдвоем, нам не хватало единства ансамблевым между вами. То есть внимательно слушайте, и все. Не оправдываться. Не суетитесь сейчас. Вот смотрите. Нет, не надейтесь, что я сейчас вам фантазию экспромт Шопена. Но, когда я нахожусь здесь, и мы с вами работаем. Ну давайте, спойте первый куплет. Стоп. Вы начали, во-первых, соловей искать с грибов на полу. Да. А вы должны были начать. Кофе. Я с кофе. Вы должны были соловей там. Вот туда начать. И периодически, поглядывая на меня, то есть маленькие микроконтакты со вторым человеком, если вы работаете вдвоем, а не то, что он играет сам по себе, он профессионал, а вы сами по себе и туда. То есть надо дать людям понять, что вы пара, вы дуэт, вы вместе. У вас некое взаимное усиление, взаимный контакт. Опять же, вдруг у меня там что-то поплыло, вдруг там что-то со мной не так. А вы даже, вы вообще не фиксируете, вы обратную связь не берете. То есть нужно, контролируя ее, поглядывая, поглядывая, вместе выдавать это все туда. Вот сейчас спойте один куплет, а я вам мысленно подыгрываю. А вы должны со мной работать лицом. Ну? Ну? Стоп. А что расползлась-то? Ну, там начало. Нет, нужно, вот с моей точки зрения, темпово, да, работать. Нужно вот это... Соловей мой. Надо же с ними. Соловей. Зал. Какой он там? А, голосистый. Голосистый соловей. Та-тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. То есть я должна ими, понимаете? Немножко дирижировать, но я понятна, что... Не могу это спеть, но я могу ритмически, темпово взять за жабры, что и вам рекомендую. Итак, сейчас вы один первый куплет должны спокойно спеть, но при этом достаточно динамично и с микроускорениями. Показываю, что такое микроускорение. У меня есть стихотворение, которое называется «Я и то, и сё». Я могу его ровно почитать. Я и то, и сё. Я и та. И апатия, и суета. Это вот то, что мы размазали сейчас. А могу с микроускорениями. Я и то, и сё. Я и та. И апатия, и суета. Я и эх, и ох. Я и ух. А я и тело, душа и дух. Я и ой, и про. Я и за. Я и смайл. И вода, слеза. Я и соу. И ес, и иф. Я и лодка. Но я и риф. Я и ай, я и ой. И ой. Что и те, и не те со мной. Я и да. Я и нет. И но. Я и мед. Вот и вина, вино. Я и та, и не тайну. Я и ай, я и ой, и ой. Я и так и ся. Кто же я? А я сама своя. Не своя. Вы понимаете? Темп не должен всё время ускоряться. Но вы немножко вздохнули, ускорили. Это надо чувствовать, понимаете? И вы должны уметь чувствовать в процессе, когда вы работаете на телах, на телах, на телах работаете. Стоп. А здесь есть потрясающая вещь, товарищи. Я вам открою сейчас тайну просто Мадридского двора. Если вы это будете использовать, вы будете бомбически выступать. Самое главное – это выход. Вы решите, выход! Отец Майкла Джексона вместе с детьми Джексонс Файв репетировали выход по полдня. То есть, если другие дети на конкурсах просто как горох в рассыпной вот так хаотично выбегали, то маленькие Джексоны выбегали из нужных углов с нужной скоростью и вставали в нужные точки у нужных микрофонов. Это производило впечатление. Что мы можем сделать, когда у нас нет таких менеджеров, как отец Майкла? Самому стать менеджером, самого себя. То, что вы точно можете сделать, нужно выйти и не надо сразу петь, а надо почувствовать тот момент, когда петь. А вы сразу открыли рот и собрались через петь. Как почувствовать момент? Кто понял, о чем я говорю? Нужно смотреть на них и глазами требовать внимания. Так вот, так и женщина, да? И не так. Ах, я бабочка в полете. Да? Без вот этой страдалки, возвышенной страдалки в лице. Я в образе. Нужно быть собой, а это самое сложное. Правильно я говорю? Да. То есть вы выходите так, как вы выходите. Не как Грейс выходит, не как Массерат Кабалье выходит. Не как Безруков выходит, как вы выходите. А вы еще, похоже, даже не знаете, как вы выходите. Надо выйти, как вы выходите. И дальше взглядом собрать внимание. И когда они замрут и расширят глаза, вот только тогда начать петь. Можете сейчас одну эту вещь сделать? Попробую. Что значит попробуем? Сделаем. Так, вышла. Похлопали, это очень трудно. Это трудно. У вас еще есть такая фигня, называется клоунада. Запишите, пожалуйста, клоунада. Это что? Это больше, кстати, женщинам свойственно. Это нервный смех. Это посмеивание над самой собой. Вышла там и... Это нервный смех, который скрывает наше волнение. Страх не нужно. То есть упырем тоже не надо быть. Таким с тяжелым лицом. Но не нужно этой клоунады. Вам нужно чуть больше достоинства. Спокойно, с достоинством, без высокомерия, с легкой улыбкой. Вышла и выждала момент, когда начать. Еще раз. А кому еще слегка? Концы мои. Уже лучше, но без чрезмерной туманности во взоре. Альбион из глаз убрала. Это стоевто искала. Товарищи, вот это и есть найти себя. Должна быть естественность, настоящесть, простота. Но при этом не та, которая хуже вороства, да? Вы понимаете, да? То есть вы сейчас слишком... Вы в таком образе прямо сейчас вышли. Чуть проще. Вот найти вот эту волну. Еще раз. Вышла, не зашла. А этот прием называется, пишите, замыливание. На своих детях вы можете дома дать им этот прием. Если ребенок боится читать стихи, выходить, говорить, вышел, зашел, вышел, зашел, начал, вышел, зашел, начал, вышел, зашел, начал. И постоянно подбадривать похвалой. Умничка, молодец, круто делаешь, уже лучше получается. У тебя потрясающие глаза, шикарно смотришься, у тебя классный голос, я в тебя верю. И тогда ребенок захочет это делать. Огромная ошибка. Выйти и начать говорить. Это называется говорить в проходе. Еще раз. Поддержали. Соловей мой. Давайте их спросим. Молодец. Но, молодец, потому что терпит мои издевательства. Вопрос к аудитории. Начала вовремя или начала рано, или начала поздно? Рано. Видите? А почему рано? Вот кто может объяснить, почему рано? Что я тебе сказала? Я бы сказала. Как уроковали или умнее, потому что не было выжданно. Не было выжданно, да? Не было выжданно тот момент, когда... А потому что, да, потому что никто не... Вы переживаете, что на вас смотрят или еще что. Сейчас я вам усложню задачу. Давайте досочку подвинем ближе. Берите. Берите. Вот мы ставим досочку. Вставайте за доску. За доску. Мы вас вообще не видим. Визуальный режим отключен. Ближе к доске. Еще, чтобы мы вас не видели. Так? Вот теперь пойте оттуда один куплет. Соловей мой, соловей. Стоп. О чем вот у Климта самой первой фразы? У вас самое первое слово, как нож в масло должен войти. Понимаете? Вот этот соловей, он так должен войти. Прям... Съела первое слово. Еще раз. Сосредоточилась, почувствовала через доску, когда начинать. Вас должны хотеть через шубу. Собралась. Нет! Почувствуйте, когда все замрут и замолкнут. Соловей мой, соловей. Голосистый соловей. Соловей мой, соловей. Стоп, молодец, уже лучше. Но доску-то не пробила. Доску свою энергия не пробила. Ты должна прям увидеть, что здесь дыра. И через эту дыру ты их при кем зажжу, а бры туда. Красиво и легко. Да? Наслаждаясь собой. Вышла и снова зашла. И через доску их. У! Соловей мой, соловей. Голосистый соловей. Соловей мой, соловей. Стоп. Уже мы ничего не можем. Хопать будем, когда я скажу. Уже лучше, детка. Но. Надо любоваться собой. Наслаждаться и кайфовать от своего голоса. А не пытаться у них урок отработать на 4 с плюсом. Ради искусства. Как последний раз в жизни. Сейчас целиком поете весь куплет. Даже если сбилось, что-то не так сделала. Не в то время начала. Не важно. Целиком куплет выложилось. Как последний раз в жизни. Еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Соловей мой, соловей. Голосистый соловей. Голосистый соловей. Соловей мой, соловей. Голосистый соловей. Соловей мой, соловей. АПЛОДИСМЕНТЫ Голосистый соловей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уже лучше. Но. У нас все лучше, 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 лучше. Так. Что мы делаем сейчас? Вы выходите туда. Заходите в образе. Выжидаете нужную паузу. И поете один куплет. Как еще один. Последний раз в жизни. Без клоунады. И забыла про микроускорение. Опять немножко размазала. А потому что это тяжело. Это физическая работа. А кто будет по плацу бегать? Кто будет в спортзал ходить? А? Думала вот так вышла и спела, да, в киселе? Это начало. Начало. Когда последний раз бегала? Я бегаю. Бегаю? Раз в месяц? Нет. Хочется верить. Так. Туда. И один куплет с микроускорениями. Соловей мой, Соловей, Голосистый Соловей. И куда, куда летишь, Где всю ночку пропою? Соловей мой, Соловей, Голосистый Соловей. Соловей, Соловей. Голосистый Соловей. Голосистый Соловей. Голосистый Соловей. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Выждать это самое главное Когда они меня захотят, а не я захочу петь Вот Вы запишите, это не более точная формулировка Когда они меня захотят, а не когда я захочу петь Круто, да? Редко кому-нибудь удается сформулировать точнее, чем мне А вам это удалось? Еще одна очень важная вещь И вы можете этим тоже пользоваться Напишите, светлое лицо держать Вас иногда перекашивает Это трудно И вот сама вы такая вся А кому сейчас легко? Да не говорите Итак Что значит держать светлое лицо? У нас у всех свои особенности лица И понятно, что наши внутренние труды На лице всячески отражаются Если не верите Посмотрите в зеркало Когда вы сильно напряжены Или попросите заснять вас, когда вы скандалите Вы потом просто в шоке будете Как вы выглядите Так вот Ваша задача Работая при этом и мышцами И легкими И психологически И эмоционально Все равно стараться лицо красивое держать Я никогда не забуду Видела мучения одного тренера По ораторскому искусству Вот я, например, искренне считаю Одним из сильнейших тренеров По постановке голоса И речевого, и вокального Вот Елена Анатольевна Цыпленкова И думаю, лучшая реклама То, что я с ней Постановкой голоса занималась Пять Долгих лет Пять лет Похлопайте, Елена Анатольевна Елена Анатольевна Делает все очень эстетично В том числе, когда упражнения Различные показывает А однажды Я увидела Как показывает упражнения Некая дама У нее там куча регалий Тоже тренер по речи Боже мой Как ее перекашивала Как она вылупляла глаза Как она ужасно открывала рот И я тогда подумала А ведь пятерка тоже зуб Понимаете? Но почему-то его не было На месте И мне трудно было оценить ее профессионализм Потому что эстетики было никакой И артисты Это прежде всего эстетика Вы должны держать лицо Чтобы у людей создавалась Иллюзия легкости Что вам это Вот просто Никаких стараний на лице нет Так же, как художник Работает над полотном Полотно не должно быть замученным Понимаете? Да? Поэтому Как бы вам тяжко ни было А вы лицо такое Светлое Светлое Это не значит Улыбка до ушей Такая американская Да? Но лицо должно Светлое быть Или если вы работник радио Телевидения На вас какой-нибудь Негативщину Или провокационный вопрос Первое, что он Сделает Такое счастливое лицо Мол, типа Ну нечем помочь Да? Вот так вот Вы сидите То есть они этот Огурец Огурец вам сразу убрать Таким Что вы себе позволяете? То есть Да И вампир сразу видит Что вас перекасило Так он этого и хотел А публика Это же тоже вампир Поэтому Когда вы ходите Вас не должно перекашивать Вышло И в светлом образе С ощущением легкости И не забывая про микро Микроускорение Вам этого реально не хватает Вы на меня еще не поглядываете Я вам показываю Что надо Динамику 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 А вы тухлите У вас шикарный голос Но вы тухлите Тухлите Алябит Там начало такое Потом вот это идет А сначала Микроускорение Я сказала Миллисекунды Речь идет о миллисекундах Ага Сейчас вышла Со светлым лицом Паузу дождалась И отработала Аплодисменты 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 Выхожу Один Я На дорогу То есть я еще руками показываю То, что я пою Я еще руками показываю И вы здесь пытаетесь Лицом показать Что где ты там Когда летаешь То есть вы глазами Его как бы ищите То есть это Типичные осколки Греческого театра Я не знаю откуда Мне это сейчас не важно Вы должны Образом Интонации Словом Звуком Заставить их Видеть картину А не то, что Они придурки И давайте еще им покажем Что тут соломушка На ветке сидит И еще когда он поет Вы еще вот так рукой сделаете Ну капец вообще Огонь Вот, вот И вот так делаете Это уже не соловея Идите сюда Вы поняли? Да Не надо глазами соловья Искать по аудитории Соловья ищем В лицах людских А еще Еще такая вещь Запишите Флирт Путь к успеху Дитя моя Флирт Пишем, пишем, пишем Это не я сказала Это сейчас книги С такими дебилойными Названиями выпускают Но ведь правы же Правы Дело в том, что Мир испытывает Огромный дефицит Тепла Любви У многих уже 40 Я секса не была Как я посмотрю на Лиза Злобная И прочих Вещей приятных Недобор Конкретный Соответственно Если вы дадите Людям иллюзию Что что-то Возможно Неважно Просто что-то Возможно Кто-то Помечтал Кому-то показалось Что вы с ним Глазами заигрываете Какой-нибудь Молодой человек Подумает Может все-таки Можно ее там До метро проводить Или там Подбросить Или на чашку кофе То есть вы должны Глазами дать понять Ты мне нравишься Или вы мне нравитесь Или вы всем Мне нравитесь Или я нравлюсь Само себе Я хочу Само себя Так хочу Что прям Невозможно И я вижу Что вы это видите И мы вот Вот это все Глазками нужно Но не такими Знаете У меня была Одна клетка То есть перебора Не надо И она говорит Ну Лея Евгеньевна Не могу тебя хванять Я прохожу Понимаете На серьезные Движности устраиваться А мне такие предложения Делают Я говорю Давайте я вас Просто сниму На телефон Как вы разговариваете Как вы собеседование Проходите И вы поймете Почему вам Такие предложения делают То есть речь идет Не об этом Товарищи Вы понимаете Тонкую разницу Тонкую грань Глазами дать понять Что ты полна жизни Что Главный секс Это и есть жизнь Понимаете Я же еще раз говорю Вас должны хотеть Через шубу Хотеть в переносном Смысле слова Хотеть с вами общаться Хотеть вас видеть Хотеть быть подле Рядом с вами Вы понимаете Ощущать это Через шубу А это можно сделать Только с помощью глаз Через шубу А не с помощью Там сисяндров Там и всего остального Я вот вообще Например Ничего не хочу Если мне все показать Я просто Быстрыми мелкими шагами Убегать буду Не хочу это Ничего видеть Хочу представлять И мечтать о высшем Понимаете Катастрофа И так На меня поглядываем Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Страдалку убрала. Страдалочку убираем. Вот. Да, страдалку убираем. Эльвина, молодец. Не хлопаем пока. Не заработала. Может, мне депертуально устала? Нет, 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 подождите. Устала. Я публика, я переживаю. В соловей, все. На теле все видят. Еще раз. Вы уже почти попытались понравиться людям глазами. Одну фразу мне сейчас не надо весь куплет. Я хочу, чтобы вы работали лицом. Глазами на них смотрите так, словно вы с ними заигрываете. Страдалку с лица убираем. Кто понял, о чем я говорю? Кто хочет показать? Женщины? Нет, лицом. Кто хочет показать, как клеить глазами? Ну? Что, уже на пенсию все вышли или что? Кто покажет? Ведь не отстану же. Кто? Ну-ка, чтобы я убедилась, что вы поняли. Ну, давайте на молодом человеке. Идите сюда. Вам же надо тоже уметь стройить глазки женщинам. Так, молодой человек, мне нужен один. Можно вас еще попросить? Как вас зовут? Да. Андрей. Выходите? Леночка, можно вас попросить? Лена. Значит, сейчас вы ничего не говорите. И просто без зубов. Вот в таком, в туманной полуулыбке небольшой. Просто первым, клеите первый ряд глазами все по очереди. С легкой улыбкой. Погнали. По очереди как? Так. Так. А теперь ваша очередь. Первый ряд. Так. У мужчин хорошо получается, когда немножко из-под лобья. Так. Да, заинтересован. Вы чувствуете вопрос к аудитории? Вот на такой взгляд приятнее смотреть, когда человек выходит. Ведь когда Мацуев выходит, он же всех хочет. И его все хотят. И люди ради этого идут. Почувствуют себя желанными. А можно выйти и тухлить в пианино? Всю любовь отдать в пианино? Товарищ, это же так не сексуально. Ну что? Следующий. Приглашаем женщин взглядом на свидание. А теперь, Эльвира, без песни встаньте рядышком. И просто это покажите нам. Как будто вы глазами клеите первый ряд. Погнали. А лицо светлое и не тухлим. Сиять нужно глазами, как, вы знаете, как в последний раз в жизни. Вот как сирена их прям глазами туда. Так, молодец. Похлопали этим смелым людям. Итак, Эльвира, ваш финальный год. Вы сейчас, уже никуда не ходя, ожидая паузу, делаете светлое лицо и, заигрывая взглядом с первым рядом и с другими рядами, поете с ускорением. Один буклет. До конца мы вам хлопаем, и вы, перекрестившись, идете отдыхать. Соловей мой, Соловей, Голосистый Соловей, Ты куда, куда летешь, Где всю ночку пропоешь? Соловей мой, Соловей, Голосистый Соловей, Соловей мой, Соловей, Голосистый Соловей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Понимаете? И вы сделаете не только начало, но и конец. А конец не должен быть вялым, говорил Джузеппе Верди на репетициях своим музыкантам. Запишите, конец не должен быть вялым. Конец речи, конец стиха, конец музыки, конец жизни не должен быть вялым. Ни один конец жизни не должен быть вялым. Вы сделали вялый конец. Вы ведь знаете, как это страшно? Ужасно. Молодец, похлопайте еще раз. Привет. У вас есть визитный картина? Нет. Нет, это большое упущение. Напишите в свой телефон, если кто-нибудь захочет пригласить Эльвиру. Спеть соловья. Уже все выучили сами. Пишите. Спеть соловья где-нибудь. Это же круто. Не дешевку какую-нибудь? Да. Хорошо. Товарищи, временно прекращаем трансляцию. Садимся отдохнуть. Шелковая поверхность нерва. Обнаженная искренность. Твое лицо. В нем та самая искра есть. Вдох и жизнь, и крик. Самый первый срез глубины морской. Твое лицо. Свет, вылитый в воду. Солнечный зайчик, ворвавшийся, как школьница, босиком в непогоду. Твое лицо. До края, до края, до острого края глазниц. Белокуростью ласковый полон. Мой закачавшийся разум под штурмом твоих. Волн. Вы, возможно, знаете, у нас на Пионерской есть центр кардиологический имени Алмазова. Алмазов потрясающий был человек. Он у нас в первом меде преподавал атеросклероз. То есть для студенцев читал лекции по атеросклерозу. И я помню эти его шутки. Они такие были простые и доходчивые. Он говорил, жир не берется из воздуха, коллеги. Он берется только из холодильника. А у нас в Освенциме толстых не было. И все такое. То есть он, перемежая научные факты и формулы, вкраплял вот эту жизнь, юмор. И он был нереальный человек, худенький, аккуратный, с несколько суровым выражением лица, таким, я бы даже сказала, мрачноватым. Те фотографии, которые попали в интернет, если вы наберете алмазов, не отражают обаяние его личности совершенно. Чем он меня подкупил? Когда он водил студентов по палатам, было видно, что это фанат медицины и преданный ее слуга до такой степени и меры, что поискать. Однажды он показывал нам больного и сказал, А больной такой гордый, кардиологические больные, они вообще очень гордые. У них ведь сердце болит, не что-нибудь там, понимаете, а сердце. Они натурочувствительные, тонкие. У них аритмия развивается при сильных переживаниях. И вот один такой гордый больной, с редчайшей патологией, в расстегнутом халате, на чего демонстрируют больным. И алмазов заходит и говорит, доктора, Если вы сейчас замрете и прислушаетесь в полной тишине, то прямо без фонендоскопа вы услышите с верхушки сердца пушечный тон строжеска. Больной закрыли глаза, мы замерли и слышим. Бум! Бум! Дальше Алмазов говорит, еще лет 50, коллеги, вы не услышите этого звука. Идем дальше. И мы вот так вот, понимаете, за ним шли. И спустя годы, когда я уже получила диплом, уже решила заниматься другими делами, проезжая мимо первого меда, я периодически навещаю своих преподавателей, к одному зайду, к другому, к женщине, которая поддерживала всегда студентов. В кабинете нашего декана Анна Владимировна, у нас там такая душа человек есть, всех спасала, всем валерьянку капала. И вот к ней бывало зайду, думаю, зайду-ка я к нему, хоть просто поздороваюсь и скажу спасибо, потому что одно дело-то я в толпе ходила, он не был нашим конкретно преподавателем в группах, но вот водил нас, так скажем, немножко безлико. Думаю, просто посмотрю в глаза и скажу спасибо, что эти лекции и эти афоризмы до сих пор, я помню, поднимаюсь на второй этаж, где его кабинет, а там на табличке уже другое имя висит. Поворачиваю голову налево и во всю стену мемориальная огромная доска был, трудился, с нами жил, ушел. Его фотография с догом, у него был такой остроухий черный дог, он где-то на яхте, какие-то письма, какие-то перечисления его заслуг. Мне стало так не по себе, что я опоздала, просто опоздала сказать спасибо, а во всю стену было сверху написано его любимая фраза. Величайшего доктора-кардиолога сердце можно вылечить только с сердцем. Я помню, что я с этой фразой просто вот так вот бежала со второго этажа до первого. И, сев в машину, я написала в память об этом человеке. Сердце сердцу однажды, сказала шепотом, только с сердцем можно вылечить сердце. Это сказал мне врач, умудренный опытом. Сердце можно вылечить только с сердцем. Сердце, подумав, ответило сердцу шепотом. Это я говорила ему об этом почти столетие. Где теперь тот врач, умудренный опытом, или ты его в ком-то другом приметила? Я шептала ушами его через руки с трубкою, что устала жить одинокой половинкой любви. Я хотела вспорхнуть с постели белой голубкой, но что-то ударилось и захлебнулось в крови. Он был молод и плакал, когда перестал меня слышать. Через стеночку тонкую он разгадал мой секрет. Только сердцем, голос сердца можно услышать через многие-многие-многие тысячи лет. И когда вы будете проезжать на Пионерское, мимо центра Алмазово, рядом с Удельным парком, вспомните его слова, пошлите ему мысленно привет. Сердце. Можно вылечить только сердце. Может, он ради одной только этой фразы и жил. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok